о истории открытия закона семейного тяготения мы вот я его сейчас делаем но сначала несколько слов вообще откуда все это черт взялось знаете, два года назад мы с моим коллегой Николаем Павловичем Калашниковым заведующим кафедрой физики и нефим решили написать книжку книжку по физике для школьников что вот начали писать, но их же огромное количество самых разных, и хороших, и плохих и очень хороших значит, и вот Калашникова говорит слушай, ну надо что-нибудь сделать, чтобы мы хоть чем-то отличать я говорю, знаете, у нас вот тут получше ну это, знаешь, это все как бы настолько вот чуть-чуть из создания метра посмотришь, и не заметишь, что там у кого получше что у кого похуже надо же вот такое сильно хорошее вот отличающееся ну и вот попробовали как бы вот пришла, думали, думали вот пришла такая идея вставить в эту книгу биографию и физику причем непривязанные вот не такие, какие они были вот в вашем школьном учебнике, в моем были такие же, вот все научились, они были те же самые понятно, что это как бы не то, что неправда это правда, но она настолько не вся правда что уже почти неправда и начали искать начали искать, информации оказалось какое-то безумное количество, много ну и вот я сделал такую презентацию, несколько раз я уже рассказывал учителям и школьникам ну и вот попросил Филип сделать этот рассказ вот я вам расскажу сейчас, ребята, постараюсь не сильно долго но ясно, что меня будет заносить куда-то, я буду отвлекаться от генеральной линии ну вот что делать то на час, я думаю, что мы справимся с вами но это, ребята, будет интересно ну как я обещаю ребята, вот это главные источники откуда бралась информация вообще информации много и о Ньютоне, и о Гуке и о открытии законов всемирного тяготения есть три книги такие наиболее серьезные, что ли наиболее такие достоверные во-первых, это книга Вавилова, Академика Вавилова которая была президентом Академии Наук Советского Союза в течение какого-то времени из серии «Жизнь замечательных людей» очень такая выдержанная и, ребята, не могу сказать, что я не могу сказать но так вот, как это диагонали просматривать еще одна книга вот этого человека это Владимира Великанова «Жизнь математик» нашел фактически современник, он номер два года назад и многие называют ее последним любителем математиком в истории Земли, который был и может быть даже и который будет у него есть книга на эту тему, вот название этой книги, ребята, но на самом деле главным для меня источником фактически, даже не то чтобы информация а если угодно вдохновение была книга вот этого человека это Игорь Юрьевич Кольцов он выпускник нашей качестве он, конечно, не достиг таких высот, как Вавилов, как Арнольд к сожалению, он достаточно рано умер ребята, вот по глубине его книга, она сильнее знаете, я типа читал все три не все полностью, что называется но книга «Кобзарева» она совсем маленькая ребята, у меня есть, ее вообще составить абсолютно невозможно но у меня есть PDF если будет интересно, ну ее как бы можно и на нашем сайте разместить действительно очень серьезная и очень глубокая книга вот это главные были источники информации ну и было много других, хорошая статья в Википедии есть, про Ньютона и об истории открытия закона Семерного Теготения ну вот как бы фактически то, о чем будем говорить конечно, все мы с вами знаем закон Семерного Теготения считается, что этот закон был открыт Ньютоном вот в этот год, 1687 точно датируется это год выхода книги Ньютона «Математический начал натуральной философии» считается, что как бы ничего до него или мало что до него было здесь сделано что одновременно Ньютон открыл механику ну вот давайте мы посмотрим а что же было на самом деле это понятно, что все основные проявления закона всемирного тяготения, конечно, это астрономия здесь мы имеем только падение на Землю и поэтому полигоном для этого закона были астрономические явления, те, которые мы наблюдали это, ребята, картины мира Аристотеля планеты по кругам окружности вокруг Тебли, Земля в центре о причинах, конечно, Аристотель ничего не говорил это вот здесь чуть-чуть побольше это человек, это Пталевин который создал свою систему мира абсолютно неправильно на мой взгляд, она принесла очень серьезную пользу науке чем плоха была теория Истотина плохо было то, что если смотреть за планетой, то ее движение очень сложно будем смотреть за Марсу конечно, он испытывает движение суточное, связанное с вращением Земли вместе со звездами но и кроме того, на фоне звезд любая планета совершает собственное перемещение причем оно хипное сначала вперед, потом назад потом снова вперед потом назад и так далее это было названо петлями не знаю как правильно ударить, поставить петлями петлями он предложил как объяснить вот эти петли он сказал, давайте предположим что движение планет происходит по нескольким кругам во-первых, есть круг который Пталемей называл дифферент это собственно траектория планеты но немножечко сдвинут по нашей земле в центр чуть-чуть сбоку кроме того, каждая планета кроме того, что она движется вот по этому дифференту еще испытывает одно круговое движение по некому внутреннему кругу центр орбиты которого движется по дифференту и тогда подбирая нужным образом параметры вот такого оборота и вот этого оборота можно было в синтеге объяснить ребята, кроме того, он еще вот у него были эксцентры, квадды это некие тоже объекты вот как бы он вытягивал эти круги подбирая их так чтобы объяснить наблюдаемые движения это конечно плохо так нет но эта теория позволяла считать вот Пталемей был первым физиком в истории Земли который вопрос ставил не так вот без них так в затылке почитали а вот что тут естественно в этом движении а что неестественно а боится там природа пустоты не боится пустоты считать он дал некую как бы схему условно говоря постулату и дальше считать и теория Пталемея несмотря на то что конечно она неправильная но она на тысячу лет конечно были расхождения за тысячу лет Копернику очень сильно разошлось то что предсказывала теория Пталемея и с тем что мы наблюдали но тем не менее эта теория поскольку она позволяла считать то фактически я бы назвал вот этого человека первым физиком теоретиком истории Земли хотя теория была неправильная она принесла на мой взгляд существенную пользу но потом пришел вот этот человек Коперник который Солнце поставил в центр ну мы знаем это конечно гереоцентрическая система Солнце в центре все планеты движутся вокруг Солнца ребята ну теория вот это правда вот то что конечно Коперник не эксперимент заставил Коперника фактически поместить Солнце в центр вселенной а теория да описывала плохо плохо движение планеты и поэтому Коперник несмотря на то что он поставил Солнце в центр солнечной системы планеты вращаются по орбитам да кстати эти петли вы понимаете из-за чего они получаются поскольку есть собственное движение Земли то Земля на каких-то участках своей траектории опережает следующую за ней планету планета фактически движется назад а на каких-то участках она могла догонять и поэтому вот это движение мы им такое петлеобразное видим и у Коперника очень естественно эти петли объяснялись но количественно теория не работала и все равно приходилось сдвигать эти делать эксцентры как бы двигать окружности по отношению к Солнцу и Солнце сдвигать по отношению к Центру и в общем все что с Толемеей было связано фактически приходилось добавлять поэтому это теория Коперника вот она не так чтобы все закричали как это замечательно как хорошо ты нас научил и вот в этом правда жизни ничего подобного ребята ну а вот этого человека вы знаете это галилея галилей который фактически первым взглянул на небо с помощью телескопа вооруженным глаз и вот после того его галилея запросили сколько тридцати крат он вообще механик из пристала занимался только небом ему было интересно это и галилей вообще довольно странный человек конечно все вы знаете что он подвергл суду инквизиции хотя бы очень известным человеком папа вот именно тот папа который эспирировал судебный процесс на галилея был его другом лично и тем не менее этот процесс состоялся а галилей просто как бы лез в бутылку если сказать своими словами ему хотелось быть вот автором такой вот концепции чтобы все сказали это вот наше все и галилей решил убедить католическую церковь что теория копейника делят субличную систему солнце в центре планеты движутся что она правильная все сопротивляются он начал снизу сначала он говорил с этими священниками низкого уровня то повышен никто с ним разговаривал боясь значит галилей поднимался все выше и выше пытаясь убедить что вот жизнь наша вселенная устроена вот так солнце в центре галилея никак не удавалось ему писать книга фактически она явилась главным вещественным доказательством вины галилея суд он делался на основании книга называлась диалоги это первое издание это первое издание в красном обведено галилея галилея и называется книга диалоги о двух системах мира как-то так ну диалоги там где-то и название тоже диалога значит галилея построила он писал ее 15 лет он доверял каждое слово потому что понимал что это серьезно это очень опасно кстати ребята вот эта книга вышла в 1617 или в 1618 году они вообще обычно писали даты но очень часто римскими цифрами как бы восстановить значит а в 1600 году время на площадь цветов сожли так что это и галилея прекрасно понимал что вот такой спор с церковью о каких-то концептуальных вещах это вещь опасная и он выверял что называется каждое слово причем он и построил сознательно без авторского взгляда то есть один человек который говорит одно вот он приводит какие-то аргументы другой человек который говорит другое и приводит свои аргументы а автора как бы нету один другой другой один другой есть третий во-первых галилей тут одну небольшую тактическую ошибку допустил он третьего всуну в эту крюльку которым он назвал симпличо ребята как вы думаете что это как перевести это именно так проста очень похоже на английский символ причем а вот папа был его друг и галилей прекрасно знал что папа говорит вообще об этих вот двух системах его в уста этого симплича все аргументы папы он положил ну кроме как издевка вот будь я этот самый папа я бы это не воспринимал но это другой человек так воспринимал то есть как-то он вроде хотел с одной стороны вот так а с другой стороны ему хотелось чуть-чуть и вот так значит в результате как вот так еще сделал спустя рецепт не очень порядочную любая такая литература должна была пройти все были известны ну условно говоря не знаю сколько их там было на всю Италию но вот был один условно для стройки второй средний галилей выбрал конечно цензора самого такого либерального и добился того чтобы книжная рецензия и кроме того он выбрал даже не сам либерального а самый так скажем халявщик значит и в предисловии и Галилей написал что это конечно идеология но эти идеологии неопровержимо свидетельствуют что геоцентрическая система правильная а вот все что говорил Коперник это все абсолютно ерунда и неправда может поэтому этот цензор пропустил эту книгу вообще говоря не должны были пропустить но вот Галилей это сделано и когда книга вышла значит буквально первый церковник который прочитал кардинал Электрота он сразу отнесся к землям папе и папа на столе он появился и папа инспирировал судебный процесс Галилей процесс инквизиции причем инспирировал так что как бы папа был так скажем своим словами не такой дурак как Галилей в этом месте ни одного письменного свидетельства что папа не командовал инквизиции это был независимый судебный что папа их подталкивал к организации процесса над Галилеем не было а процесс состоялся процесс длился очень долго приблизительно пятнадцать лет над Галилеем я прошу прощения сейчас умерется потом перезвоним значит процесс состоялся процесс был очень долгий у Галилеем очень много друзей и очень приятных друзей которые как только начались эти судебные преследования Галилеем сразу начали бить в колокола писать письма в разные инстанции и папа сразу всех заверил все в таком неофициальном порядке что речь о казни о чем он не идет не идет и слово в своем смысле сдержал но по некоторым сведениям ребята ну по некоторым во время этого процесса несколько какое-то небольшое время Галилей провел исключение хотя все время как бы все эти приговоры был такой домашний арест но несколько дней во время процесса Галилей провел в тюрьме и вот по некоторым сведениям применялись не доказано не доказано да не доказано то есть как бы кто-то пишет вот условно я много чего прочитал и вот такой единой позиции вот у меня не возникло кто так пишет кто то это ребята конечно Галилей очень много сделал для продвижения этой системы кстати вот тот процесс который произошел огромное впечатление на физиков есть обширная переписка такая частная переписка физиков друг с другом по итогам процесса ты как например известно письмо ты как не помню кому который написал вообще я когда узнал о том о приговоре который был вынесен я хотел сжечь все вообще свои записи не знаю как работать то есть всех современники конечно всех современников ужасную вот хотя Галилей был уже старый и в общем то он был под домашним арестом и не думаю что уже очень сильно этот процесс так сказать сократил годы его жизни все таки он долгую жизнь прожил ну вот это действительно было сейчас вы знаете Галилей погилован католической церковью тот процесс признан и приговор признан не о солнечной системе это Кеплер вообще тоже оказалось удивительно человеке сделавший очень много для науки историю Кеплера очень интересно значит три закона вот главный его хотя в математике есть много чего сделал три закона ну конечно вы прекрасно знаете законы Кеплера и Кеплер первым сказал о тяготении да ребята вот кстати после Кеплера никто уже не пытался реанимировать Толемея все все оказалось всего-навсего нужно было окружность вытянуть в эллипс еще одна вещь это очень важно солнце сдвинуть фокус дело в том что Кеплер когда он только начинал свои работы а так получилось Кеплер был учеником Тихо Браги известного астронома и Тихо Браги своим ученикам поручал какую-то планету вот как бы полностью занимаясь ее исследованием и Кеплеру был поручен Марс у Марса достаточно вытянутая орбита и Кеплер пытался эту орбиту в какую-нибудь кривую во-первых главная идея была что можно отказаться от окружности и попытался всунуть в какую-то кривую орбиту Блин это понятно если она вытянута то надо пытаться и вот начал он пытался этот тезис приспособить к орбите марса но какие-то кусочки ложились на траекторию реальную траекторию массы а какие-то нет причем обратите внимание чтобы еще исключить движение земли все это Кеплер делал естественно то что мы наблюдаем это с учетом движения земли нужно было землю исключить получить уже чистую орбиту масса и вот Кеплер пытался этот тезис наложить на орбиту у него никак не получалось и вдруг в какой-то момент он сказал себе почему собственно я требую что Солнце а у него Солнце в центре нет почему он в центре а давайте я попробую Солнце сдвинуть в фокус вот когда он Солнце сдвинуть в фокус орбита в точности легла на орбиту и вот после Кеплера уже никаких попыток реанимировать то есть Толемея не предпринималась уже не нужно кстати вот это занят вот ребята вот это занятная вещь конечно жили все бедно и вообще всегда это общая ситуация с научными работниками и Кеплер он был придворным астрономом в разных европейских странах переезжал нигде обещали одно платили другое это часто бывает значит Кеплер подрабатывал астрологии он писал такие развернутые многостраничные гороскопы для разных людей составлял но одну вещь он сделал коммерческим достаточно выгодно можно даже сказать что он был одним из первых ученых который за свою науку получил реальные деньги вот он делал на современном языке коммерческий проект он сдал астрономические таблицы вот ведь то что он делал опять то что он делал Толемей очень сильно разошлось уже с реальными наблюдениями и Кеплер создал некий прогноз о движении планет и очень активно использовали все эти таблицы астрономические Кеплер из таблицы издал вот это вот фотография первого титульной страницы обложки книги Кеплера относительно положения планет солнечной системы по которым можно было ориентироваться и вот Кеплер первым сказал вот реально были до него попытки но у Кеплера посмотрите ну это же очень очень замечательно единственное что было у него плохо значит во-первых Кеплер ко всему приделывал какую-то мистику вот он значит какую-нибудь даже математическую формулу открывал и он где-то писал что вот она такая потому что бог вот там это сказал а вот в священном писании это сказано вот он как-то все время это привязывал ну нравился человеку в общем я думаю что делать там все было может страховаться не знаю и потом он искал какие-то мистические смыслы связи между чистыми вот именно тройка-семерка трусу словно говоря вот если он вылезал вот как замечательно значит но тем не менее все слова разумные единственное что плохо у Кеплера где-то он сказал что во-первых силы гравитации не знает и кроме того он ее распространял только в клиптике то есть вот в этой плоскости вот в тех плоскостях где движутся планеты она действует здесь нигде она у него не действует поэтому нету на юр поэтому он въясняется вот значит кстати знаете была очень известная книга изданная ну тогда известная мы сейчас о ней вряд ли знаем я вот узнал и прочитал пришлось издать прочитать книгу эту издал такой человек фамилия его тогда была очень известная гильдер вы не видят он был придворным врачом английской королевы и в 1600 году он издал книгу который называлась о магнитах и большом магните земля и фактически гильдер сказала почему компасно работает потому что земля не дает с большим магнитом некий магнитное взаимодействие кеплер это же было совсем через небольшое время после 1600 года и вообще вообще вот в районе этих лет как раз к магнитизм и привязался поскольку земля большим магнит ну ему хотелось это взаимодействие распространить между планетами ребята вот декарти который тоже немножечко говорил о гравитации знаете я привел его страничку по двум причинам это во первых портрет посмотрите действительно выдающийся ответ это портрет хальса есть франц хальс знаменитый великий портретист наверно лучший портретист в истории земли у нас в россии есть два портрета хальса не декарты другие они висят в эрмитаже больше нет картина человека но это смотришь на эти патреты видишь совершенно как бы отчей отделенный от всех остальных хотя остальные хорошие действительно выдающийся но это еще не все и вот последнее вы посмотрите прочитайте последнюю фразу этот цитат просто цитат дословная цитата то что говорил декард правительству следует немедленно запретить все другие методы преподавания кроме моего так как только мой метод политически корректируют мы жили вот со старшими товарищами советской власти это какая-то терминологии водонтуда из тех времен двигаясь моим путем любой тупица преуспевает столь же быстро как и любой день в то время как при всех других методах обучения таланты доставляет обучаемое преимущество изобретать то вставляет обучаемое преимущество вот такая фраза как бы написано первым когда мы не будем сандарт двигаться от правительства запреты других методах даже неправильно как но теперь мы подошли уже к тем двум людям которые собственно главный вклад закон всемирного тяготения вот они его сделали это губ сначала будет немножечко о нем а потом проник а потом об их как бы взаимодействие что это когда жизни кстати он почти ровесник не утром не ума родился в 1642 году ютуб был на 7 лет моложе рука и открыл по большому счету первым настоящий физико-экспериментатор выстроить он изобрел огромное количество самых разных это тут перечислено далеко далеко не все что придумал воздушный насос шарнир барометр ребята это какие-то изобретения микроскоп микроскоп не мог изобрел но тем не менее губ его сильно продвинул и первым наблюдал клеточную структуру растения покажу картинки и фотографии то есть рисунки фактически гука а первым и он увидел клетки клетки живых организмов первым сказал что наверное все живое построены по единому плану то есть есть некий минимальный кирпичик из которого все это лепится клетка лука вы должны назвать первым палеонтологом в истории земли ведь гук первым сказал когда много наблюдалось от именелостей каких-то костей и останков каких-то животных которых не было сейчас на земле и гук первым предложил такую эволюционную теорию развития жизни что жизнь менялась менялась в связи с изменениями какими-то может быть климата гук об этом не очень много сказал но тем не менее сказал как портретов настоящий это портрет написан по словам по воспоминаниям людей которые мука видели художник который это описал гука никогда в жизни не видит значит у него была такая довольно интересная судьба когда в лондоне было образовано английское королевское общество это первая академия наука гука назначили куратором экспериментальных работ и он должен каждую неделю был всегда каждую неделю должен был демонстрировать всем остальным уважаемым академикам два-три открытия как вы думаете два-три открытия каждую неделю в течение тридцати пяти лет и он это делал конечно значительная часть была не его и это не требовал чтобы он свою пожалуйста чужой кто-то что-то открыл покажи как бы они практически гука использовали как нервы человека который изучал всю литературу и им своими словами рассказывал о том что интересного как бы в мире происходит и он действительно почему очень много делал сам потому что не хватало чужого ему проще свое было кстати у первых часы сделал хотя считается что вы сделал альденбург могу обменял что тут у него справа значит губ первым предложил использовать спиральные мужчины ну мы знаем что в таких часах есть спиральные пружины которые тут так то так сворачиваются и эти часы могли можно было использовать а вот такие с маятниками взять закачки и как бы не было возможности если у вас только такие часы с таким маятником сохранить клиническое время а нужно для того чтобы для долготур вот такие часы первые вот их придумали несколько человек был одним из тех кто какой-то существенный меня туда внес вот эту спиральную пружину последнюю фразу изобретательская производительность бука была высока но у него не хватало времени чтобы закреплять свои приоритеты многие вещи не публиковать бросать потому что ты сделал бросал нужно было готовиться к следующему семинару это настоящая фотография титульной страницы книги бука микрография посвященный использование микроскопа и исследование микроскопичные передает рисунок сделки плохим сделаны лично буков он даже рисовать как видите вот то что он там видел в окуляре он невозможно было сфотографировать когда вот это коробка вот первая глеточная структура вот здесь хорошо видно а это посвящено закону бука какие-то это зависть и настоящий поскольку все приоритеты были не закреплены характер у него был такой мягко говоря не очень право все об этом пишут ну такой скучный человек со всеми ругался всех обвинял что у него все словами этот закон бойный мариотто губ утверждал что это он открыл и надо было бы ему совсем даже не более боль кстати был но на современном языке руководителем учителя альденбурга по поводу этой пружины спирали многим многих других людей как вот фраза валимова пожалуй очень точно говорит живость ума последняя связанная с крайней неустойчивостью характера отсутствие выдержки и настойчивости болезненно самолюбия была поистине роковой для почти ни одной изобретение ни одна идея ни один опыт не доводились до конца а бросались на пол дороги возникали недоумения обиды и споры из-за приоритета заполнявших жизнью да это следующий слайд значит это внешний вид какой-то с точки зрения когда все пишут об этой очень характерной черте выручить конкурный человек не высокий мощь и шеи не буду как даже трудно себе представить располагалась параллельно паре почти параллельно поверхность настолько сильным до скорых том что все время высокий все время работал как бы считается что тогда листоном который придумал он на нем работал и вот так вот как бы себя испортил этот фотографий вот портреты букв которые сохранились это все ненастоящие вроде бы считается что он только один вот тот но это трудно назвать даже портретом был написан с настоящего рука но этот портрет не сохранился он был написан на витраже который пострадал во время великой отечественной войны какой-то церкви и этот витраж не сохранился на разбитого сохранить какая-то фотография все остальное это настоящие портреты это вот первая публикация бука о законе всемирного тикотения было в 1666 году еще одна публикация 1674 год попытка доказать движение земли экспериментами а в 1680 году была работа который было буквально написано формула всемирного тикотения чуть-чуть других так значения но самое главное это было написано очень фактически хотя кук никак не почти не аргументирует почему именно так он писал бусину мы поведем рассуждал очень просто ребята мы знаем скорее свободного падения на земле и мы можем по наблюдениям за движение луны просто посчитать ускорение она определяется формула как бы вот нужно знать расстояние от земли до луны было известно и вот давайте мы напишем формулу возьмем вот каким должно быть ускорение р к радиусу земли к радиусу орбиты луны в этой степени и я тут показать который неизвестно и подставим если мы с вами единицу получается вот такое число для отношения ускорения а если поставить будет а вот это тоже должно вот так они рассуждали ну по-видимому так иначе как они писали этот закон не знаю квадрат но вот потом пришел черед в этом портрете очень красивый портрет очень достойный человек я потом так и другие покажу не такой красивый и поговорим еще почему так не такой а тут такой ньютон значит много чем занимался и оптикой занимался и другим но главная работа вот она математические начала натуральной философии хотел только сказать что-то пропущу во первых вверху довольно занятная фраза ньютон очень много времени и сил посвятил всю свою жизнь и богатой семьи всю свою жизнь он хотел испугать всю и он делал золото он пытался он как бы проводил эти химические опыты химичен 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 и в один день написал и фраза известна но не узнать вас николашка на полный как ты говорил а вы знаете серёжа вот такую фразу вот она вот ужасно и кажется я близок цели получал золото ну конечно тем хуже парни тем как бы лучше там что-то внутри так вот что в обзоре пишет про ньютона все что делал ньютон он делал с исключительной добросовестностью и настойчивостью и все у него получалось когда шлифовал зеркало пылесоса зеркало телескопа получалось когда ему надо было проводить оптические опыты они были изумительно четкие программы экспериментов доказать вычислению делал прекрасно когда он занялся по лених и с ленинцем по вопросу о приоритете то можно кто свел можно сказать ленинца в могилу это был непримитивный человек и еще в обязанности ньютона как директора монетного двора он в конце жизни стал директором монетного двора входило преследование фальшивомонетчиков которые ужасно боялись на всех процессах связанных с большими монетчиками ньютон выступал от лица государства как обвинитель вот он как бы вносили вносил в суд некое обвинительное заключение за 1697 год по делам переданным ньютоном в суд было казнено ребят казнено они просто охоповки похлопили 20 человек это действительно был непримитивный человек и он на всех процессах и говорят хотя документально не доказано знака с них тоже первые физические эксперименты которые делал ньютон это были артические эксперименты вот он открыл разложение света на спектр известное и сделал зеркальный телескоп это будет телескоп которым основным добавляющим элементом была не линза а зеркало за создание телескопа его избрали в королевскую общество вот рисунок на котором он спектра открывает да тут столько физических ошибок сколько давайте найдем смотрите первое ну учили параллельно ну смотрите вот у нас есть лучи и вон они лучи от солнца одного и того же нет не от солнца нет одного и того значит кроме того смотрите видно что луч который ньютон отклонил призму он отклоняет вверх какие сильнее так ланица при преломлении красный или фиолетовый у нас голубое а посмотрите какой-то сверху красный когда им можно еще чего-то найти с точки зрения ошибок а так антураж весь хороший одежда ньютона соответствует как времени а вот собственно и физики не очень короче говоря этот ньютона избрали в королевское общество избрали в 1672 году и он выступил с докладом оптическим и вот тут произошло первое степень он сказал а у тебя все а телескоп давно уже сделали и для ньютона он был не так не такой уж молодой человеку в 30 лет но тем не менее это было и он описывает это неким потрясением такая реакция буха ньютон дал себе слово звуков вообще никаких дел не по возможности поменьше публиковать чего бы то не было чтобы ругались меньше и он как бы это вот всю свою жизнь именно этим занимался по возможности поменьше публиковал и на самом во всех публикациях он скрывал все что было можно сказать то есть он все публикации значит все публикации они как там больше спрятано чем открыто готово было применение они вроде как бы повелились у встану там либо слушай погорячился немножко так ли говорим так знаю значит но в тысячи шестого января 1680 года написал письмо который привел свою работу и привел свои аргументы относительно законы семейного дикатита ютон ничего не писал и больше вообще никогда уху не писал вовсе а потом вышел на вот эту историческую авансцену очень известный человек сейчас они мало знаем это галереи астроном именем которого названа комета комета галерея вообще сделал конечно гораздо гораздо больше как сохранилась за ним только это это он придумал способ довольно оригинальный как уточнить расстояние от земли до солнца было известно но не очень точно а галереи измерялся вы здесь на поправаться вы как бы смотрите сразу частей земли на что проецируется солнце и по известному базе так сказать вы можете понять расстояние а галереи у вас углы очень маленькие то точность невысокая а галереи придумал что когда венера проходит по диску солнца а это событие бывает раз в 60 лет из-за небольших наклонов орбиты если посмотреть на венеру из изучать параллакс венеры по отношению диску солнца можно точнее измерить при известном конечно стоять и галереи ездил на остров святой елены вот какой-то год когда как раз ожидалось проход венера венера проецировалась на диск солнца на тот самый остров который через 150 лет закончил свой земной путь наполеон так сложился просто двух местах отмечен в истории был кроме того галереи тоже будет абсолютно примитивный человек когда он туда ехал на этот остров святой елены на корабль на который уехал на поле пираты а тогда и было много и галереи хотя не был военным человеком просто с оружием в руках участвовал в абордаже подражения абордажные атаки как сам лично что называется это так было обидно но это действительно мужественные силы человек такой как галереи он сам тоже занимался тяготением и галереи над наверное одним из первых понял что если законы кеплера должны быть следствием закон если закончили на тихоте неправильно то ребята пункте вы видите вот вы предполагаете что у вас там местная вода вот это предположение а на выходе за городе и галереи сначала поехал в гуку и гуг сказал что конечно это выведет просто как бы абсолютно легко галереи поехал и тогда галереи конечно понял что у меня в руках есть мощный такой как не уголовник и галереи начал склонять ньютона публикации когда написал слово склонять обычно склоняем к сожительству вот так как в этом контексте но здесь вот именно склонять получилось вот склонять публикации а ньютон отказывался говорил нет не хочу потому что будут как бы будут ругаться там и не хотел не хотел не хотел тогда галереи зашел с другой стороны он обратился в королевское общество так чтобы через начальство на ньютона по действиям youtube всегда вот если очень как бы субординацию любил соблюдать им колея родился в обществе сказал что вот ньютона что-то есть вы давайте-ка на него надавить что он книгу написал они сказали у нас людей да вообще знаменитая фраза который много раз было слышно разными людьми еще денег нет там все сделано хорошо рублей это общество издало трактат известный об истории рыб который не раскупался абсолютно и все деньги которые должны были были запланированы издательскую деятельность были потрачены значит и тогда галереи сказал я дам свои собственные галереи достал свои собственные деньги он был из обеспеченности галереи полностью первое здание было нас за счет галереи сделано причем конечно листи рашка убежал его оплачивал значит и долей как получила коммерческую хорошо очень пиар был такой что все очень быстро раскупилась и очень хорошо разошлось кроме того ему еще 50 этих книжечек по истории рыб в качестве подарка вот это написано что не знаем куда она девалась вот титульная страница математический начал натуральной философии вот здесь можно увидеть 1686 июнь когда поступила рукопись вот тут исаак ньютон автор 5 фактически это наука эта книга как бы поменяла вот наука стала другую вот инь ютон кстати пошел по пути и по тремению построена книга была абсолютно по всем некому аксиоматическому плану не даром он ее назвал начал это совершенно не случайно она названа начала по аналогии с евклидом и дюдер и строим так аксиомы определить аксиомы теории выводы следствия результаты вот страница посвященная первому закону как первые аксиома вторая аксиома очень много выводов ньютона геометрический причем он рисовал чертеж он вообще очень много прятал и ничего своего что называется никому не дало как удалось тут я что-то поскочу нашу же чувство я затянул так ну вот такой порядок книга любая книга который сдавалась королевским обществом рукопись должна была быть прочитана академиками всем долью давали и они могли прочитать и сделать замечание она должен был как-то третью честь честь но как-то и бог прочитал рукопись не увидев вообще себя ни в одном месте 1650 год посылал ютону свою работу и вдруг 1687 выходит работа бьютом который ничего до того об этом не публиковал вообще надо сказать что механика это было только как бы главным для дюдона было обоснование закона сильного тяготения начал жаловаться он во-первых разговаривал с ним никак не реагировал посылом когда гук обратился калей галей был как бы у истоков все и устоков этого спора и в общем все знал и говорит что надо меня было сын калей начал давить юно не соглашался галей дави но потом ньютон согласился но и как всякий умный человек он как бы все сделал так он как бы с одной стороны пошел на встречу а с другой стороны еще больше принизил роль гука на мой взгляд ребят сам получился такой он написал что действительно до меня законы всемирного тяготения занимались несколько человек и дал гости галей ребята обращаю ваше внимание спонсора здания риан человек который в то время был президентом королевского начальника который вообще ничем не снимался но эти законы себе родить о в конце вот про этих двоих все знают что они ничего не в этом месте ну как ничего не получили и так угол и совы дней список последний список людей которые законы семейного тяготения отношения еще список фактически начальника у когда я увидел он еще больше обозлиться и куб начинку продолжал всю служить до конца своей жизни 16 лет он жил вместе на земле вместе с ними и удано математический начал натуральной философии все эти годы он продолжал бороться он там и сжаловался писал ругался довольно занятная фраза 15 февраля кстати очень многое записано конечно 1689 года дневник у галерея встретился с ньютоном заинтересованность совести не имеет это только черт комментирует как говорится и так понятно ну кто же прав я буду проскакивать что-то вот слова не то что он говорил об этом спорить прочитаем математики которые все открывают все устанавливают и все доказывают должны довольствоваться ролью сухих вычислительных и чернорабочих другой же не назвали кстати обратить который ничего не может доказать а только на все претендует и все хватает на виду уносит всю славу как своих предшественников так и своих последователей и вот я должен признать теперь что я все получил от него и что я сам только подсчитал доказал и выполнил всю работу вьючного животного по изобретениям этого великого человека вот как говорит ньютон о кук и в другом месте кук имеет лишь одоленное представление о всемирном тяготении основанное лишь на догадке одно дело изобретать гипотезы другое дело доказывать что говорит ванилов об этом споре конечно здесь человечество написал конечно он должен был называться одним из авторов конечно роль мьютер никто никак не поменьше но по человеческим как бы студенте здравосмыслов фамилия кук а должна быть привязана к закону сми ребят узнаете о том что бог автор чего нибудь кроме как закона глупости не знаете конечно да мы никто не знали для того что говорит ванилов ньютон был очевидно неправда скромные желания губка имели полное основание написать начало натуральной философии в 17 веке никто кроме ньютона не мог но здесь такая образная фраза план начал был впервые наброс то есть фактически всю программу вот как бы работу с законом всемирного тяготения долгу еще если связать в окно все предложения мысли бука о движении планеты тяготение высказаны им в течение почти 20 лет то мы встретим почти все главные выводы начал только высказанные в неуверенной мало доказательной форме и решали задачи вместе с тем перед нами вовсе не случайно брошенную мысль но несомненно плод долговедней работы рука была гениальная догадка физико-экспериментатор прозревающего лабиринте фактов истины соотношения закона природы кухни мог идти прямой безукоризненной дорогой математических начал ньютона по своими огольными тропинками следов которых нам теперь уже найти он пришел даже кстати сказать что с точки зрения языка просто блестяще пишет человек нам но и вот в этом году умер как бы не примирившись не примирившись вот с тем что произошло но у нас надежды что когда-нибудь вот время все растает для того чуть раз так вот и мы знаем глухо только как автор заказа это лаборатория сразу после его смерти превратила свое существование прекратила по приказу я там чуть дальше скажу могилу затерялся не знаю и все портреты тоже приказы по личному приказу и один из первых актов на посту было уничтожение инструментов бумаг и портретов потом ньютон стал директор монетного двора и наукой больше не занимался хотя бы я обликовал свои исследования по оптике и упомянул губ там было понятно это несколько книг уже последних книг ньютона их фотографии оптика арифметика вот последняя книга ньютона называется хронология древних царств это попытка такого как бы рационалистического толкования здравого смысла это портреты известные портреты ньютона но вы видите что вот тот который я уже показываю сильно выделяется по степени благородства это совершенно не случайно дело в том что этот портрет заказным заказом был придворный художник человек который умел рисовать так чтобы было а похоже а б гораздо гораздо лучше того что есть на самом деле поэтому вот этот портрет похож конечно но он очень сильно приукрашен кстати в официальной биографии биографии ньютона она была написана уже после его смерти а сохранился и черновик биографии по справками автора и и как бы уже напечатанный вариант вот есть такая фраза описание внешнего облика в черновике было написано маленького роста склонны к полноте да тут по первой фотографии к первому портрету можно предположить по склонной полноте потом эта фраза была зачеркнут и было написано невысокого роста крепкого телосложения ньютона приукрашивали везде знаете вот кстати на посту директора монетного двора очень много сделал для англии знаете одну вещь он сделал дело в том что в то время была очень сильная инфляция семнадцатый век вообще был очень тяжел для этой страны это век революции смут потрясений и была инфляция причем она носила такие деньги дешевели причем дешевели физически от золотых и серебряных монет облизали краешки или стачили эти краешки а потом эти опилки или кусочки сплавляли и ньютон добился принятия закона чтобы по ободку монеты шла чека как вот такой вот эти ребрышки которые сейчас есть на монетах и был принят закон что хождение таких монет прием или оплата монетами без этой чека это преступление за которую смертная казнь и таким образом как бы вот это перестали стачивать срезать эти краешки в монетах это вообще конечно век в семнадцатый век был очень тяжелым и у меня вот такое ощущение личное ощущение читая эти все материалы что просто проталкивали руководство страны делались не будет но все чтобы напротив как все замалчиво все отрицалось какая-то технология наша советская я даже сказал но такое ощущение что все это было кстати этот есть и говорить о стране англии жуткий век совершенно 17 это приблизительно как 20 для россии для советского союза хотя начался век с одной стороны хорошо начался шекспира 17 лет шекспир умер в 1612 или 1614 году это не тот кто писал писал другой мы не знаем умер вот этот человек как бы пропоется и просто ростовщик ну которому приписывается это потом был кстати очень интересно вот когда я читал очень многие вещи перекликаются с романами тьма три мушкетера 20 и 10 лет спустя действительно очень многие факты которые у тюма они здесь поскольку это та же самая ну вот вам герцог бекингер 1625 26 год его убили убил человек военный фельдом также как и у тюма был неким фанатиком дело то что этот бекинген был просто вор как какого света еще не дал и в парламенте в английском парламенте разбирались целые как бы в преступления и парламенту кучка такой человек уже первым министром можно судить нужно казнить больной человек спалю на психику это читал вот эти как бы отчеты о заседании в парламенте и пошел когда вы спросите зачем это делал у кого-то смог добраться до этого самый герцог бекингена потом был король в конферме тот которого романе 20 лет спустя и в реальной жизни казни причем этот человек был как бы с точки зрения царя короля наверно он был сипа плохой король но это первая история когда вообще королей убивали раньше но обычно их убивают родственники которые претендуют на это место а тут подданные сказали а ты плохой король нам другого надо а тебе казни и вот действительно это зашло причем это была жуткая такая дипломатическая активность очень многие монархи писали письма кроме чтобы этот процесс предотвратили потому что это для всех было плохо кстати карл первый пожалуй одно из таких положительных действий я поверил казнь вёл себя очень достойно он перед кайдем для буквальной шахоте сказал вообще силу нации не в том что она может убить короля в конце концов народ убить одного человека может всегда 17 нации в соблюдении закона о соблюдении закона это не то что меня сути это не ваша компетенция ваша компетенция соблюдать то что я вот закон и сам и сила нации в их соблюдении а я гарант этих законов вот буквально такие слова сказал кому первый перед свои кайта был казнен тем не а потом это стал круги человек который возглавил борьбу против как он стал фактически королем 10 лет ангел республика потом пробили через 10 лет своего сына с посадим вот на этот пост лорда протектора лорда защитника англии этот протектор сын кроме просидел 8 месяцев потом почувствовал что как бы дело идет к реставрации и написал отличие в котором попросил себе чтобы его лично и не купить и на эту пенсию благополучно даже в абсолютной безвестности но до воздействия это когда пришел карл второй он даже представить на на мальчику состоянии выкопали кроме выход и публично казни то что осталось два года вошло после смерти это тело кровли было подвергнуто публичной казни через два года подвесили за шею то что там осталось а потом отрубили голубу руки а потом публично нормально человек вы в таком веке кстати все было на глазах ютон может он это не видел как бы не ходил на эту кайф я не знаю но это было прямо он жил конечно век тяжелый и у меня такое ощущение что они искали какую-то как национальную идею вот очень часто наше руководство говорит а вот у нас все есть национальные деньги и вот у них такое ощущение что все только национальные деньги вот они как у ньютона в эту самую национальную идею да и пихать гады вот отсюда это надпись эпитафия на могиле здесь покоится сервисах не который почти божественным раз первый доказал свадьбу математики движения планет пути кометы приливать а он исследовал различие световых лучей и проявляющиеся при этом различные свойства цветов чего ранее никто не подозревал прилежный мудрый и верный истолковать их природы древности и святого писания он утверждал свои голосовые величие всемогущего бога а нравом выражал пусть смертная последняя фраза пусть смертные что существовало такое украшение есть есть вот я так и не смог найти кто написал три варианта они как во первых александр полк такой английский писатель но скорее всего все-таки написал другую фразу о ньютон а вот что как бы бог сказал ньютон будь и все стало светло я там есть два варианта фактически это вальтер который как-то проникся очень большим уважением минуту хотя же позже французский писатель но последний вариант такой в общем как бы ожидаемый соблюдо есть такие гипотезы что эту фразу написал соблюдо ребята вот фраза этого александра полку но прочитайте что известная фраза в переводе маршака это чуть-чуть здесь о кавендише вот уже последний слайд я хотел закончить как раз в час я уложился сейчас там появится знаете вчера почитал еще раз эту презентацию и опять мне стало грустно и жалко стыдно за минуту ну вот в очередной раз хотя бы я думаю что гук в нашей с вами жалости нуждаются а ютон плевало на то что нам его стыдно просто с высокой колотой вот он такой и мы сами такие и так по добавим так был так есть это очень характерный пример спорта да замечательно вот английское королевского общества вот как думает вы знаете я расскажу кто был первым членом английского королевского общества от россии через конец лежит письмо этого человека подписывал тремя крестами первый русский академик александр донимович меньше человек который не умел писать где их принципиальность вот нужно было и они его сделали кстати это лично делал он как бы поднимал престижного королевского общества привлекая людей вот академиков делая вот такого академика хотите так сделаем на три креста на его подписи разные как не бывают да все это конечно было грустно значит и поэтому я ставил какой-то момент вот этот слайд уже хотя кстати для науки это полезно это положить а вот эта фраза который сейчас здесь появится ребята это некий прогноз был такой человек он современником и современником не знаю было ли так мне не удалось установить был ли он знаком с ньютоном и куком кстати кобзарев здесь сделать ошибку он его называет членом королевского общества я перерывал все не нашел что он был членом королевского общества он написал называется книга о сруидности дома ребята там есть фраза фраза науки она кстати очень известна и очень много цитируется но вот я ее не знал я думаю что и вы не знаете вот сейчас я ее приведу я ее стоп она настолько яркая я ее много раз посчитал поэтому почти помню я как бы один раз тут вижу там в одном месте все забывают а так помню несомненно развитие наук необычайно увеличить возможности человечества в будущем нам станут доступны южные моря может быть луна станет столь же доступны как они для наших потомок купить полу крылья будет столь же естественно как для нас станет возможным разговаривать с человеком находящимся в индии как будто он стоит рядом превращать пустыни в плодородной земли и наконец восстанавливать волосы ребята все это наука сделал готовы на этом все спасибо за внимание ребят я тогда филипу александровичу книжку козырева она называется бьют оно его время или да и он у нас на сайте там хорошо